Тему образования множественного числа имени существительного мы проходим на уроках английского языка несколько раз. Впервые во втором классе, когда мы изучили, чтобы из одного предмета сделать несколько, к слову, нужно добавить букву «С» или «ИС». Сегодня мы более подробно узнаем, в каких случаях добавляется то или иное окончание, и особенное внимание обратим на его чтение. Первые три пунктика предполагают как раз-таки простое добавление буковки «С» к слову. Чем же тогда отличаются эти случаи? Всё дело в звуке, который даёт окончание. Если слово в единственном числе оканчивается глухим согласным, мы приписываем «С», читаем «С». Это удобно. Глухой звук присоединяется к глухому. Если существительное в единственном числе оканчивается звонким согласным или гласным, мы также приписываем букву «С», но произносим её как «З». Особым случаем внутри пунктика 3 стоят слова, на конце которых стоит буква «Y», а перед ней – гласная. В таком случае мы добавляем букву «С», которую также читаем как «З». Может возникнуть вопрос, зачем было выносить этот случай в качестве отдельного, если он полностью совпадает с третьим. Когда доходим до четвёртого пунктика, нам становится ясно, если слово оканчивается на буковку «Y», перед которой стоит согласное, действуем мы уже иначе. Дописываем слово до буковки «Y», когда доходим до неё, вместо «Y» пишем «I» и добавляем уже окончание «И-С». В этом случае оно произносится как «Из». То есть, обрати внимание ещё раз, буковка «Y» является особой. Если перед ней стоит гласное, правило стандартное. Если перед ней стоит согласное, происходят большие изменения. «Y» на «I» добавляется и «С». Случай пятый является частым и полезным. Если слово оканчивается на «S», «CH», «SH» или «X», к слову вместо «S» добавляется и «S» звучит «Из». Эти буквы и сочетание букв необходимо запомнить, поскольку они и данное правило действуют не только на существительные, но и на глаголы. Наконец, шестой случай похож на четвёртый. Если слово оканчивается на букву «F», то при постановке его во множественном число происходят большие изменения. Дописываем слово до буквы «F», вместо неё пишем «V», добавляем окончание «И-С», которое в данном случае звучит просто «З». Вот это правило необходимо тебе выучить.